друзья всем привет довольно часто нам задают вопрос можно ли использовать какие-то беспроводные технологии в инсталляциях larnytec в этом плане мы конечно ждем беспроводной линейки от самого завода larnytec в ближайшее время но пока не дождались у нас есть другие технические решения которые вполне хорошо уже довольно таки давно работают довольно часто нужны технические решения из серии заказчик не хотел подключать баню сауну или там гостевой домик или не хотел подключать какое-то помещение к системе умного дома а потом вдруг захотел да и увидел прочувствовал все это дело и решил что вот надо все-таки подключить а провода то уже проведены ремонт уже везде сделан или иногда бывают клиенты у которых уже все проведено и подключено и можно например климат подключить определенным образом проводами а все остальное например освещение с этим проблемы сложности в мире существует несколько довольно популярных систем управления освещением беспроводных среди них philips hue одна из самых популярных и самых распространенных philips hue нот у меня есть вот такой вот пультик от philips hue здесь сегодня он вот таким вот образом разделяется да у меня есть пара лампочек от philips hue у меня есть вот такая вот лампочка интересная которая может работать от питания и она же может работать от батареи до для демонстрации удобно использовать есть вот такая вот лента светодиодная которая от этого же пультика работает сейчас да ну и вообще рулит системой philips hue такая штука как hue bridge philips hue bridge вот он здесь у меня подключен наверное из-за освещения не очень хорошо вам видно но очень легко увидеть как он выглядит и как работает везде в интернете он присутствует очень популярная штучка подключена к компьютерной сети и к питанию да вот эта вот кнопочка используется для наладки для настройки в том числе когда мы подключаемся к варнитах работает на протоколе zigbee есть и другие довольно известные системы и среди них например икея тратфри которая у нас в россии пока еще не появилась но достаточно уже широко продается в европе и в разных странах мира и у нас надеюсь скоро появится вот это вот хаб который имеет здесь сзади всевозможные коды которые используются для подключения сторонним систему в том числе и тоже подключается к компьютерной сети и к питанию да и всего три индикатора на нем здесь есть а также икея тратфри использует вот подобного рода стандартный пультик но еще правда есть пара видов для того чтобы управлять своими собственными лампочками вот у меня здесь пара цветных лампочек икея тратфри на вот проводок чтобы нам не мешал да то есть вот я уже настроил и ту и другую систему для того чтобы они работали у них есть магнитики для того чтобы можно было режется на стену да таким вот образом например philips выглядит да и вот таким вот образом виде пульта икея имеет вот такой вот базу да ее можно на магнит или на саморезки и таким вот образом подключается сам пульт до работает вот так вот и может диммировать если например нужно да вот это вот кнопочкой то есть ну примерно на самом деле все довольно таки просто здесь настраивается и выглядит дальше мы все это дело можем достаточно легко при помощи плагинов подключить к системе ларный тег сейчас я уже это сделал и мы сможем открыть приложение и увидеть подробнее вы сможете посмотреть в специальном отдельном видео где происходит настройка этого дела вот мы открываем приложение и смотрите у нас есть стандартные лампочки да вот они щелкают у нас есть диммеры стандартные да они могут регулироваться да но вот беспроводные элементы они у нас появляются вот таким вот образом как только мы подключим сами плагины видите сразу же начинают работать мы можем менять цвет можем менять яркость да ну у вас скорее всего изменение цвета особо видно не будет потому что к сожалению слишком яркие здесь освещение но я думаю что вы вам видно да что сами эти элементы они вполне себе хорошо и очень на самом деле быстро управляются практически так же как и проводные а вот у нас philips лента да точно то же самое мы можем выбрать цвет мы можем выбрать яркость мы можем включать и выключать отсюда а вот лампочки philips тратфри одна вторая чтобы лучше было видно они цветные на самом деле то есть сейчас то лампочка гораздо более желтая да чем вот это и цвета их мы тоже можем менять точно так же я одну сделаю например красно на вторую допустим сделаю более зелененькую ладно более синенькую да чтоб вам на экране было это видно вот на самом деле цвета очень сильно меняются здесь просто вот такая студии у нас какие преимущества еще мы можем получить если мы подключаем все это дело к варне так мы можем допустим если захотим подключить к механическим выключателям эти элементы например мы можем зайти в режим редактирования вот philips допустим до лампочка идем в раздел выключатель нажимаем на кнопочку отвязываем куда она там уже привязана и нажимаем привязать теперь наша лампочка управляется управляется с проводного выключателя мы можем делать сценарий если это нам нужно то есть мы можем взять и создать световую схему и в световую схему включать как проводные так и беспроводные элементы вот четыре элемента мы сейчас включили вот они у нас будут все включены сценарий назовем этот сценарий допустим каким-то образом голосовое управление можем привязать куда нам хочется и все этот сценарий у нас здесь присутствует он у нас включает сразу все элементы он же у нас выключает сразу все элементы и мы можем к этому сценарию точно также привязать допустим не выключатель в данном случае а давайте привяжем не знаю датчик датчик движения давайте привяжем вот такой вот датчик движения он у нас один мы его выбрали да дальше автопериод мы уменьшаем автопериод это то сколько времени система не будет включать эту автоматику в случае если мы вручную каким-то образом работаем и выключим если уровень движения на протяжении нескольких секунд допустим 5 секунд ниже 15 процентов и этот же самый датчик движения использую да можно задать интервал только ночью например один режим работает только днем например другой режим работает теперь мы это дело сохраняем видим буковку а то есть у нас автоматика работает на этот сценарий и вот у нас датчик движения вот мы подвигались видите на все включилось да вот он датчик движения сейчас у нас движения нет и у нас в течение нескольких секунд все отключается вот собственно в двух словах то что я хотел вам показать так же у нас есть такая замечательная вещь как интеграция с мультимедийной системой мы можем запустить какую-то музыку и заставить ее танцевать под вместе с нашим светом как это делается в режиме редактирования мы заходим в музыкальную систему здесь выбираем те цветные светильники которые нам нужны сохраняем у нас появляется раздел цвета музыка мы включаем и теперь мы можем любую музыку например отправить по airplay либо из плейлиста мы можем запустить что-нибудь вот допустим такое да мы можем редактировать скорость мы можем редактировать какие цвета здесь используются чаще да и много-много других вещей но сейчас я не буду подробно на этом останавливаться это отдельная тема отдельного разговора я думаю что достаточно вы увидели выключим нашу цветомузыку думаю что вы поняли что беспроводные системы вполне можно использовать икея тратфри и philips hue но все так же продолжаем ждать нашу собственную беспроводную систему вот ларни так надеюсь с гораздо более профессиональными устройствами более подходящими для профессиональной инсталляции всем пока